Всем привет, дорогие друзья! Угадайте, кто с вами? А нет, не Крюга ТВ. С вами Дабл Фрост. Крюга ТВ больше нет. Начинаем мы с такой печальной новости. Ну, вы, наверное, уже все знаете, об этом я уже сообщал, но не могу я без вас жить, дорогие подписчики и зрители моего канала, как говорят некоторые ютюберы. И поэтому решил немножко продолжить, немножко порадовать вас новыми видео, хотя вы их, наверное, уже и не ждете. Но кто ждали, те дождались. Конечно, я не обещаю, что они будут выходить регулярно, лишь по моей прихоти. Канал, конечно же, не закрывается, как я уже сказал, и поэтому, может быть, когда-нибудь будут выходить новые гайды, обзоры по машинам. Но это не будет в регулярном порядке, как это было раньше, по крайней мере, пока. И с вами Дабл Фрост, а не Крюга ТВ. Ну что ж, не будем о плохом, а будем о бое, как в старые добрые времена. И сейчас вы можете видеть просто шикарного леопарда, который порадовал нас и решил сразу слиться в самом начале боя. Ну что ж, всем мы можем пожелать таких противников и не дай бог таких вам союзников, друзья. Ведь когда ваши десятки сливаются, да запросто так, это как-то совсем не весело. Наверное, противников тоже пригорел по этому поводу, но, наверное, это уже не важно. В последнее время я стал замечать то, что команды сливаются, либо наоборот выигрывают с разгромным счетом. В последнее время, так скажем, баланса в боях, в кавычках, нету. И либо вы выигрываете 10-0, либо проигрываете 10-0. От чего это зависит, не знаю, но есть еще одно наблюдение. Десяток стало довольно много. И поэтому игра на восьмых уровнях сводится к тому, что вы попадаете к десяткам и можете страдать, если вы на стоковой машине. Или на не очень удачном экземпляре, или же пытаться как-то нагибать, как это сейчас делаю я на Королевском Тигре. Ах да, почему Королевский Тигр? По нескольким причинам. Во-первых, как вы это уже, наверное, знаете, это одна из моих самых любимых машин в этой игре. И плюс ее недавно, так скажем, апнули. Но не совсем ее, конечно, а орудие 10,5 см, которое у меня стояло, как вы знаете. Те, кто давно подписан на канал. Раньше я катался со стоковым орудием 8,8 см. И мне оно очень нравилось. И оно меня вполне устраивало. И я его не менял на топлое. Дичайшая скорострельность. Там была около 4 с небольшим секунд перезарядка. Это отличнейшее сведение и нормальный разовый урон с пробитием. 203 пробития и 400 разового урона. Но, но. Недавно в обновлении апнули орудие 10,5 см. И оно теперь нагибает похлеще стокового. Перезарядка всего 5,5 секунд. А разовый урон вырос до 650 единиц. И бронепробитие до 220. Что говорит о многом. И теперь это пушка-нагибушка. Ну, пишите в комментариях свое мнение по поводу королевского тигера как танка на 8 уровне. Вполне себе, мне кажется, хорошая машина. Но у каждого свое мнение. Так что я жду ваших комментариев. С радостью их почитаю на досуге. А дальше мы видим то, что противники безбожно сливаются. И два леопарда уже отправились в ангар. И мы видим то, что счет уже 6-0. И это радует. Хотя, когда против нас счет 6-0. Это не очень радует. Но что поделать? Вот такой вот бой. Уже 7-0. И противники безбожно сливаются. Что поделать? Вот такая вот игра стала в последнее время. Ну, хотя я в нее играю не так уж и много. И, возможно, я чего-либо не замечаю. Видимо, это что объект 701 едет бортом. И теперь у меня будет жестоко пригорать. Я не могу пробить его в борт. 220 пробития у орудия. И все. Я его не пробиваю. От него идут рикошеты в бочину. И ладно бы это было один раз. Ладно, один раз не пробило. Один раз рикошетил. Но это регулярно. Я, конечно, понимаю то, что у половины игроков в Ground War Tanks есть данная машина. И все жестоко багуртили по поводу того, что она не нагибает. Зато фармит. А теперь ее апнули. И она и нагибает, и фармит. Те, у кого есть эта машина, возрадовались и теперь не плачут. Зато страдают другие, потому что эта машина на 10-ом, на 8-ом уровне, вообще теперь не берется вражескими орудиями. Особенно издали. Теперь ее можно пробить, наверное, только в борт башни, ведь борта корпуса у нее просто сумасшедшая. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео, как я отыграл на 8-ом уровне против десяток. И выжил? Да, выжил, друзья. И мы их еще исцелили так неплохо. И я надеюсь, вы не сильно печалитесь, что крюк этого больше нет. Хотя, плах-плах, я плачу. Но в Double Frost с вами, друзья. И всем до скорых встреч, надеюсь. Продолжение следует...